Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал «Амаркетс», оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня нас ожидает крайне насыщенная фундаментальная сессия, учитывая содержание экономического календаря. Буквально по всем инструментам, за которыми мы наблюдаем в последнее время, будет какой-то отчет, фундаментальный триггер. И я надеюсь, что та тенденция укрепления доллара, которая очевидна сейчас для многих, если не для всех, продолжится. Соответственно, американская валюта сможет уйти к новым локальным максимумам, а мы на этом сможем заработать еще больше, потому что своевременно определили очень хороший потенциал для роста этого инструмента. По повестке экономического календаря в 12-15 по GMT ждем отчет по рынку труда США, ADP. Далее в 13-30 по GMT индекс активности в производственном секторе Канады, в 14-00 АСМ производственного сектора США, в 14-30 данные по запасам нефти США и под закрытие торговой сессии в 18-00 решение американского регулятора по ключевой процентной ставке, пресс-конференция главы ФРС Джерома Паула. И все это будет закрываться еще и выступлением главы Банка Канады Тифа Маклимов в 20-15 по GMT. То есть, по сути, скучать не придется на протяжении всей торговой сессии. Контролируйте риски, следите за загрузкой депозитов, фрекс-менеджмент, как и всегда, на крайней лаже. Ну что ж, давайте теперь по порядку. Индекс доллара 106.28. Мы снова оказались выше сопротивления. Теперь уже это уровень поддержки 106. Я отмечал ранее, что американская валюта имеет все основания для того, чтобы очень быстро оказаться выше данного уровня, учитывая даже последний отчет по индексу расходов на личное потребление, который дал нам еще один убедительный сигнал того, что инфляционные риски в американской экономике не только остаются актуальными, но инфляция продолжает расти. И я практически уверен, что когда придет время, это уже очень скоро, анализировать нам апрельские данные по инфляции, мы увидим очередной хиат природ, что заставит американский регулятор и дальше откладывать решение по снижению ключевой процентной ставки уже на конец этого года. Сегодня все, конечно же, ждут решения по ставке, но не в формате того, какое решение будет фактически принято, потому что мы прекрасно понимаем, что в этот раз ставку оставят без изменения на прежнем уровне 5,5%, интересует куда больше сопроводительные заявления. Прогнозы по экономическому росту, по инфляции и оценка перспектив изменения процентной ставки до конца этого года. И 100% мы услышим очередное заявление о том, что важно сейчас сохранить ставку на прежнем уровне, потому что это хоть как-то ограничивает еще больше рост инфляции. И то, что американский регулятор будет готов смягчить политику, когда получит убедительное свидетельство и доказательство того, что инфляция устойчиво снижается к целевому уровню в 2%. Но много раз я уже и со своей стороны отмечал, что таких доказательств такого устойчивого снижения сейчас точно нет. Индекс потребительских цен США держится на отметке 3,5%. Полгода назад американский регулятор, по сути, обещал, что обеспечить снижение инфляции к середине этого года к уровню 2,5-2,6%. Эти планы не реализовались, потому что индекс потребительских цен даже не подумал до сих пор о том, что выпускаться ниже планки 3% и растет на протяжении трех месяцев подряд. Уже сформировал тенденцию, и поэтому я в начале этого брифинга сделал акцент на то, что я допускаю, что в следующем месяце, точнее, когда мы будем анализировать апрельские данные, мы увидим значение еще выше. Сегодня ADP ожидается по количеству новых рабочих мест показатель на уровне 180 тысяч. Я думаю, что это справедливая оценка текущей ситуации, но 180 тысяч – это очень хороший показатель. Что касается ISM производственного сектора, здесь прогнозируется небольшое снижение с 53 пунктов до 51. То есть все равно индекс останется в зоне роста, поэтому тоже можно будет делать позитивные выводы и говорить о том, что американская экономика остается устойчивой, крепкой, даже несмотря на скромные показатели по экономическому росту за первый квартал, когда экономика выросла на 1,6%. Ну, кстати, даже в слабом отчете, относительно слабом отчете по ООП США за первый квартал участники рынка увидели еще один сигнал того, что американский регулятор не будет торопиться со смягчением экономической политики, потому что слабые данные по ВВП могут быть следствием высокой инфляции, и Федрезерву нужно бороться, прежде всего, с инфляцией. Бороться с ней можно только лишь удерживая высокие процентные ставки. Ждем, друзья, все релизы, которые я перечислил. Сейчас работаем с тем фундаментом, который есть, мне кажется, однозначные выводы, и ожидаем восстановления американского доллара. Индекс американской валюты выше 106,5. Золото 1283 доллара за тройскую унцию. Идеальные условия для открытия коротких сделок, если вы опираетесь на фундаментальный фонд, знаете, он сейчас за то, чтобы шортить. Если вы находитесь в коротких позициях, я вас полностью в этом поддерживаю. Но, на мой взгляд, прям идеальной точки для открытия шортовых сделок пока что еще не было. И эта идеальная точка может быть сформирована, либо показана подсвечена рынку, когда мы увидим хороший сигнал по рыночному сантименту. Его пока нет. Доллар канадец 1,3780. В соответствии с нашим прогнозом пара летит вверх. Ждем тестирования и удачного закрепления выше уровня 1,38. Вчера вышли данные по ОВП Канады. Скромный прирост на 0,2%. Прогнозировали рост на 0,3%. Это февральская статистика. Сегодня индексы PMI производственного сектора. Я ожидаю, что промышленность Канады так и останется по этому индексу ниже 50, то есть в зоне спада. И рассчитываю на то, что сегодня, когда в 2015 по GMT будет выступать Маклим, он напомнит, что обещал снижение процентной ставки в случае значительного прогресса в снижении инфляции, который, как мы помним, есть. И опираясь еще на экономические показатели, слабые экономические показатели в целом по экономике, то еще один акцент на снижение ставки в июне может усилить распродажи канадского доллара вкупе с ростом американской валюты и снижением рынка нефти. Идеальные условия, чтобы мы держали эти лонговые сделки с целью 1,40. Доллар-франк здесь, друзья, цель достигнута. Я вас поздравляю, 0,92. Но, на мой взгляд, это еще не предел у текущей волны роста. И мы можем увидеть значение повыше уже до конца этой недели. Тем более, помимо того фона, который был озвучен по американской экономике и по доллару, который будет толкать, соответственно, пару вверх со стороны фундамента из США, есть еще ожидания данных по инфляции в Швейцарии, которые выйдут завтра. Если появятся новые сюрпризы, например, снижение годового показателя ниже 1%, то тогда мы также будем активно спекулировать на вероятности снижения ставки в Швейцарии в июне, так же, как мы это делаем в отношении будущей политики Европейского Центрального Банка и Банка Канады. Следующая цель по паре доллар-франк 0,93. Евро против доллара 1,0655. Здесь тоже распродажа в соответствии с нашим прогнозом. Данные по инфляции и ВВП, которые вышли вчера, подкрепили рыночные ожидания того, что ЭЦБ снизит ставку в июне. В частности, базовый инокс потребительских цен в еврозоне снизился с 2,9% до 2,7%. Что касается общего показателя по темпам экономического роста, то прирост в первом квартале составил 0,3%. Прогноз 0,1%. Снижение инфляции, стабильные показатели по экономическому росту и идеальные условия для открытия коротких сделок в расчете на то, что ЭЦБ тоже не будет медлить и снизить ставку в июне. И рынок нефти 85,60. Цель 85. Ближайшая добыча нефти США достигла нового рекордного максимума и выросла до 13,15 миллионов баррелей в сутки. Это очень много. Соответственно, увеличились показатели экспорта. Также данные по запасам нефти США показали на то, что они выросли на прошлой неделе почти на 5 миллионов баррелей. Это статистика от Американского института нефти. Сегодня жду аналогичные цифры и от администрации энергетической информации. Шортим с уровнем с солевым ориентиром 85 и потенциально ниже. Это, собственно, сделка, которая была рекомендована еще несколько недель назад. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!